Приветствую вас, я думаю, что в первую очередь нужно определить, чего вы хотите, то есть как жить дальше, чтобы что, то есть какая цель у вас. Если вы хотите гармонизировать отношения с своим мужем, чтобы у него, например, появилось желание с вами больше времени проводить с детьми, то это одно. Если вы хотите в себе разобраться, чтобы понять, вот вообще, что вам нужно для себя в своих чувствах, желаниях, переживаниях, эмоциях, это другое совсем-совсем. Вот, эм, то есть, зависит от того, что вы хотите и хотите, зависит от того, что вам нужно, зависит от того, какое, какое вы для себя направление выберете, допустим. Понимаете? Вот. То есть, вот это, вот это, наверное, сейчас вас не важнее всего для вас понять, что вам нужно и с чего вы хотите. Дальше, значит, с мужем 10 лет в браке, 2 детей, муж постоянно, как он говорит на работе, уходит в 5, приходит в 21, ну, опять же, 10 лет в браке, это срок не маленький, вот, и, наверное, у вас есть какие-то сформировавшиеся модели, модели поведения друг с другом, я так думаю, вот, и мне кажется, что это нужно обязательно поисследовать, для того, чтобы несколько лучше понимать, вообще, какие у вас отношения. Если человек, ну, допустим, допустим, если человек начал вести себя так, не сразу, да, если человек начал вести себя так вот, только после, там, каких-то эпизодов, после каких-то ситуаций, вот, и так далее, да, то это нужно обязательно исследовать, что повлияло на него, что повлияло на его, эм, такое вот, такое вот нежелание, допустим, эм, с вами, к примеру, к примеру, с вами взаимодействовать, вот. Мне кажется, что это очень важная история, мне кажется, это очень такой важный момент, который нужно, ну, нужно раскрыть обязательно. Дальше. Дальше. Так. В субботу, также, один выходной, воскресенье. Смотрите, вы выстраиваете отношения с мужчиной. И я так полагаю, что то, что вы описываете, формировалось, формировалось, именно формировалось, не один год, скорее всего, и, наверное, даже не два года. То есть, то, что вы описываете, формировалось, ну, совершенно очевидно, что, эм, в течение, в течение, э, времени, и, наверное, в течение времени, ну, такого, достаточно длительного времени. Вот. И, мне кажется, что это нужно исследовать обязательно. То есть, нужно исследовать то, как у вас развивалось вот это всё, как у вас развивались отношения. Понимаете? Понимаете? Как у вас развивалось взаимодействие, развивалось взаимодействие друг с другом. Понимаете? Интересно. Вот. Это очень важно. А пока что, пока что, ну, то, что вы, вот, пишете, это, скорее напоминает, знаете, некие, вот, эм, скажем так, некие последствия, последствия. Значит, э, что ли, э, того, что между вами уже было, того, что между вами уже происходило, того, что между вами уже, э, случилось. Понимаете? Как, какой, какой момент. Вот. Вот. Поэтому, я думаю, вот, примерно вот в таком ключе, примерно в таком ключе, вам нужно, ну, двигаться, да, примерно вот в таком ключе вам нужно смотреть на этот момент, ну, на эту сторону. Вот. Потому что, то, что мужчина ведёт себя сейчас, как-то, что он ведёт себя сейчас, как-то по отношению к вам, э, не очень, ну, не очень позитивно, да, не очень, э, там, допустим, трепетно и так далее. Вот. Это одно. Это одно. Это одно. А то, как он себя вёл раньше с вами и почему он стал вести себя так, это совсем другое. Ну, как бы это другой момент, да, понимаете, о чём идёт речь. И мне кажется, что вот очень важно, э, понять это всё, понять, почему так происходит, э, почему так происходило, почему так происходит сейчас с вами. Понимаете? Вот. Мне кажется, это важный момент. Дальше, э, так, я сама детьми занимаюсь впечатливой. Опять же, опять же, э, есть такое ощущение у меня, что, э, э, да, детьми занимаетесь вы, это, э, конечно, конечно, детьми занимаетесь вы, безусловно, но. Есть ощущение, что это не начало, не начало. То есть, есть ощущение, что это не начало, э, э, истории. И есть ощущение, что, э. который раньше, начало, начала, но, знаете такая штука. То есть, мне кажется, что, вот надо обязательно, э, э. Устраивает ли вас, к примеру, то, что вы занимаетесь детьми, ну, допустим, одна, да, устраивает ли вас это, нравится ли вам это? Было ли когда-то, ну, было ли когда-то по-другому, например, да, вот, то есть, мне кажется, что этот момент важен, потому что то, что вы говорите, что я детьми занимаюсь, да, и они говорят, что это хорошо. Я не говорю, что это хорошо, что вы занимаетесь детьми, но я говорю о том лишь только, что у этого, очевидно, есть какие-то вот, ну, какие-то моменты, да, какие-то вот есть предпосылки. Родных нет. Опять же, смотрите, вы говорите, у вас нет родных, но при этом вы, получается, полностью зависите от своего мужа, получается. Так. Вот. То есть, я в этом, конечно, не уверен, да, и не уверен в этом, но получается так, что вы полностью зависите от своего мужа. А если, если вы, ну, на самом деле, полностью зависите от своего мужа, если это так, если вы, вот, полностью зависите от него. То, что, вот, я говорю, а как вы жили раньше? То есть, как, как вы жили, вот, до, ну, до, до того, как... С непознакомились. Вы вот не пишете, да, свой, ну, сколько вам лет, вы не описываете. Вот. Вот. Десять лет, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ И мне, думаю, что этого времени вполне достаточно, чтобы, ну, чтобы выстроить взаимодействие с мужчиной, со своим мужчиной, понимаете. А вы, вот, такое впечатление, что этого не, не, ну, не сделали. Такое ощущение у меня, что вы, ну, что вы не смогли, не смогли выстроить, выстроить. Одно, что у меня такое ощущение. То есть, не полагайтесь на себя. Где ваши цели, где ваши ориентиры, где ваши, опять же, желания. И дальше вы пишете, он целый день не звонит. Хочется вас спросить. Значит, он целый день не звонит. А должен звонить? То есть, вот. Откуда? Откуда, откуда у вас, вот, такая, ну, совиция, что он целый день не звонит? Он должен звонить? Он когда-то, ну, он, он когда-то звонил вам? Или, или как? Почему вы нуждаетесь в том, да, почему вы нуждаетесь в том, чтобы он вам звонил? Вот. То есть, откуда у вас, вот это ожидание возникло? Вот. Мне кажется, что это то, что вам нужно, нужно исследовать. То есть, то есть, в чём вы нуждаетесь, в чём вы нуждаетесь, и почему. Вот. Почему вы нуждаетесь, к примеру, в этом? Вот. Понимаете, какая история? Это вас. Дальше. Не спрашивайте, как мы. Опять же, смотрите. Ирина. Ирина. Здесь вам, получается, не хватает его внимания. Да? Вот. Ну, так вот. Получается, что вам не хватает его внимания. Здесь. То есть. Давайте мы с вами подумаем об этом. То есть, то есть, эээээ... не слишком ли вы, вот, вот, опять же, в нем растворяетесь, да, не слишком ли вы сильно в нем нуждаетесь, скажем так, да, вот. То есть это, мне кажется, очень важно определить вам. Очень важно. Дальше. Так. Часто уединяет командировку на неделю, на две, почти каждые полтора месяца. Недавно, но с днем в четвертом работе вышел только в пятнадцать вечером, телефон был в недоступе. Я сходила с ума. Вот почему, Ирина? Из-за чего вы, условно говоря, сходили с ума? Я вас не обвиняю. Я хочу понять. Хочу понять вас. Из-за чего вы сходили с ума? То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, на лицо, на лицо, да, некая такая вот чрезмерная зависимость от него. То есть, вы слишком сильно в нем растворены. Я имею в виду в музе. Я имею в виду в музе, вы слишком сильно растворены. Вот. И нужно этот момент исследовать. Почему вы так вот сильно в нем растворены? В следствии... В следствии чего вы в нем так сильно растворены? Мне кажется, что это нужно исследовать. Чего, допустим, не хватает вам, к примеру, да? Почему вы перестали быть интересны своему музею? А ведь очевидно, что перестали, да? Очевидно, что вы перестали быть интересны своему музею. Вот. И совершенно очевидно, что вас это, ну, тяготит. И это нормально. Вас не может это не тяготить. Ведь вы чувствуете, как по факту, как по факту, ну, вас просто отодвигают на задний план, да, на второй план. И вам это не может нравиться, безусловно. Это нормально. Это нормально. Нужно только рассмотреть этот аспект. Так, его оправдание. Телефон сел, был корпоратив, напился сильно, не смог доехать до дома. Ладно. То есть, такое ощущение, да, что у вас, вот, нет к нему доверия. Вот. Просто вы ему, как бы, не доверяете. Вот. Я хотел бы, конечно, понять, на основе чего вы ему не доверяете. Вот. То есть, ну, почему, почему вы ему не доверяете. Вот. Мне кажется, это важный достаточно момент. Вот. очень важно понять, почему вы ему не доверяете. То есть, это когда, когда это случилось? Что вы, что вы перестали ему доверять. Дальше. Так. Сейчас уехал с командировку и оставил дома телефон, а там в историях постоянно какие-то девочки. Ну, во-первых, я думаю, что объективно, если бы он хотел скрыть от вас что-то, он бы это скрыл. Вот. А, поскольку он это не скрыл, то, по-видимому, не боялся того, что вы об этом узнаете. Вот. И, соответственно, это очень важный момент, да, почему, почему он не боялся. Почему он не боялся, что вы об этом узнаете. Либо ему настолько плевать на это сейчас. Либо есть какие-то другие, ну, какие-то другие основания и причины, причины, по которым он оставил. Вот. Опять же, вы пишите там в историях девочки. Эм, какие девочки, о каких девочках идет речь, что вы под, что вы подразумеваете под девочками. Ну, если честно, не очень вообще понятно. То есть, ну, вот, ну, ну, мне, например, да, вот, не очень понятно. Здесь, эм, что вы имеете в виду, что вы имеете в виду. Вот. Тут о чем вы говорите. То есть, если это, допустим, девочки, с которыми он флиртует. К примеру. Вот. Что это одно. Если это девочки, с которыми он флиртует. Если это просто его знакомые, это другое. Понимаете? То есть, эм, тут важно во всем разобраться. Опять же. Чтобы возможно, чтобы возможно не усложнить ситуацию еще больше, система, она, как я вот понимаю, сейчас есть. Для вас. Ну, опять же, это вот, чисто, как я это вижу. Далее, вы пишите, я в шоке. В шоке от чего? От чего вы в шоке? То есть, понимаете, мне сложно поверить в то, что вы не, ну, допустим, что вы не подогревали. Я думаю, что у мужа есть какое-то интересное задание. Потому что вы с ним практически никак не проводите время. Вы с ним не взаимодействуете. Да. То есть, я имею в виду, что вы с ним не взаимодействуете вообще никак. И, соответственно, он не чувствует себя мужчиной. Если он себя не чувствует мужчиной, то, естественно, у него должны быть какие-то средства для того, чтобы почувствовать себя ими. Иначе, ну, человек просто будет себя ограничивать во многом, а это нехорошо для него. Поэтому я не думаю, что вы не знали, не догадывались о том, что у него что-то есть, что у него что-то есть. Он и в командировки не звонит. Опять же, я должен. Он не спрашивает, как у нас дела, хотя я здесь не одна. Если ждет, помочь нам некому. Опять же, опять же, это формировалось не за один год, Ирина. И вы себя почему-то так поставили. Может быть, он заменил вам родственников. Может быть, вы его идеализировали слишком сильно. Может быть, что-то еще. Но у этого, у того, что происходит, есть свои причины. И я очень бы хотел, чтобы вы эти причины для себя вместе с психологом возможно определили. Вот. Я не знаю, как дальше ему, как ему верить. Понимаете, в чем штука? Верить ему верить не надо. Ему верить не надо. Вам в себе. Вот именно с верой в себя надо бы определиться. Именно в себя, не в него. В себя. Насколько вы в себе верите. Насколько вы на себя полагаете. Да. И если тут есть проблема, то можно уже рассматривать какие-то варианты. Ну, например, вариант может быть такой, что вы воспитываете детей. До возраста, когда им, ну, когда они будут, ну, более-менее, более-менее, более-менее адекватными, да, более-менее взрослые, более-менее самодостаточные. Вот. Вы воспитываете их. И после этого, после этого, принимаете решение, что-то для себя, ну, что-то для себя сделать. То есть, принимаете решение, когда от мужчины отойти. Вот. Или начинаете работать, эээ, сами. Когда, ну, дети подрастут. И тем самым, тем, тем самым, эээ, значит, обеспечив себе независимость, тем самым обеспечив себе независимость. То есть, этот момент тоже нужно, ну, не забывать об этом, об этом, не забывать об этом моменте. Понимаете? Какая история. Вот так. То есть, примерно, речь идёт вот именно об этих аспектах. Речь идёт именно о том, эээ, как и что вы будете делать. Дальше. Дальше. Сами. Сами. На мой взгляд, вот так. На мой взгляд. Таким, может быть, ответ вам на вопрос, на ваш. Я надеюсь, что помог, эээ, вам. А, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Если оцените. Ага. Я вам желаю всего самого доброго. Я вам желаю удачи. 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 Удачи.